19 января весь православный мир отметил праздник Крещения Господня. В храмах прошли торжественные литургии. Для желающих окунуться в святую воду были оборудованы крещенские купели. Холодная и ветреная погода не испугали верующих. Что их согревало в этот день, узнали наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. В великий праздник Крещения Господня во всех храмах Славянского района прошли торжественные богослужения. Продолжались они на протяжении всей ночи и завершились крестным ходом. Ныне свод освящается летоство. Впервые крещение или по-другому богоявление верующие начали отмечать еще в III веке в память о том, как Иисус крестился в водах Ярдана и явление миру при Святой Троице. Для верующих христиан крещение один из 12 великих религиозных праздников. Поэтому в храмах в этот день всегда многолюдно. Каждый верующий считает своим долгом приобщиться к великому таинству крещения. Такой светлый праздник, как ждешь его, даже не знаю как. Вчера пришла с дочерью светить в водичку, зашла в храм. До того мне легко стало, до того вот, ну вообще даже передать не могу это словами. Это особый праздник. Меня крестили в детстве, я была очень маленькая. И мы всегда всей семьей приходим сюда и думаем, что нам Боженька подал знак, чтобы мы сюда пришли, чтобы мы были здоровы, крепки. В храме святого благоверного Александра Невского поселка Совхозного прихожан с праздником поздравил настоятель, отец Дмитрий. После крестного хода во дворе храма была проведена торжественная литургия и чин освящения воды. Считается, что крещенская вода имеет особую структуру и обладает целебной силой. Она очищает от грехов и дарует здоровье. На крещение существует традиция совершать омовение в купели. Само слово «крещу» в переводе с древнегреческого означает «погружение в воду». Стоит отметить, что троекратное опускание в воду на крещение – это не просто купание или закаливание. Это глубокий религиозный обряд, к которому надо подходить очень трепетно и, конечно же, заранее готовиться. Считается, что окунувшись в крещенскую купель, люди смывают себя накопившиеся за год грехи. Но, несмотря на холод, никогда после этой процедуры не болеют. Желающих окунуться в святую воду и тем самым очистить душу и тело среди славянцев оказалось достаточно много. Для них при храме Александра Невского была оборудована крещенская купель. Январский холод и пронзительный ветер совсем не испугали верующих. Вера добавляет теплоты. Пойдемте, искупаемся. Мы люди православные. Мы должны быть сильны духом и своей верой. Всем желаем здоровья, счастья, всего самого доброго. Омовения верующих продолжались до позднего вечера. Те, кто не рискнул окунуться в купель, могли просто умыться святой водой. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События». Доктор… Доктор… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова